Здравствуйте, уважаемые коллеги и друзья! Перед вами 70-й выпуск дайджеста арматуры строителя. Мы, как всегда, постарались выбрать для вас самые актуальные, важные и интересные новости отрасли арматуры строения. И по традиции мы начинаем с самых важных новостей. Кредит Ивано-Франковского арматурного завода выставлен на продажу. Фонд гарантирования вклада физических лиц повторно выставил на продажу кредит крупного производителя трубопроводной арматуры. Компания «Заемщик» ведет активную хозяйственную деятельность, не находится в состоянии ликвидации и является одним из самых мощных в Украине производителей трубопроводной арматуры. Среди потребителей продукции – предприятие энергетической отрасли, нефтегазового комплекса, химической промышленности и металлургии. Одно из направлений деятельности – производство арматуры специального назначения, необходимой для систем обеспечения безопасности ядерных установок. По состоянию на начало ноября 2016 года, задолженность по кредитному договору составила 259 миллионов гривен. Кемеровская теплосетевая компания в полном объеме выполнила ремонтную программу 2016 года. Кроме того, теплоэнергетики осуществили ряд проектов, направленных на развитие теплосетевого комплекса столицы Кузбасса. В течение 2016 года в рамках программ капитального и текущего ремонта компания заменила в городе Кемерово 8 475 погонных метров аварийно-опасных участков теплотрасс. В частности, была проведена перекладка 1439 погонных метров магистральных и 7036 погонных метров внутриквартальных теплосетей. Мурманский завод трубопроводной арматуры победил в конкурсе качества продукции «Владимирская марка» в 2016 году в номинации «Продукция производства и технического назначения». «Владимирская марка» – это традиционный областной конкурс качества продукции, организуемый с целью популяризации достижений промышленности области, мотивации товаропроизводителей, повышению качества и конкурентоспособности выпускаемых в регионе товаров и услуг. СКБА сообщает, что в конце декабря прошлого года завершена поставка импульсно-предохранительных устройств системы аварийного охлаждения активной зоны реактора по договору с генподрядчиком строительства ЛАЭС-2. Данное оборудование задействовано в ключевом событии строительства энергоблока – одном из завершающих этапов перед запуском – проливе технических систем на открытый реактор и предназначено для защиты гидроемкости системы аварийного охлаждения в зону реакторной установки под превышение давления путем автоматического сброса среды. Nextrade испытала асимметричный клапан для «Газпрома». Эта разработка стала единственным оборудованием, прошедшим испытания в экстремальных условиях на Астраханском газовом месторождении. Nextrade существует с 1999 года. Специализируется на выпуске запасных частей по программе импортозамещения, а также на производстве нестандартного оборудования для добычи газа. Компания производит универсальные регулирующие клапаны с условным проходом от 50 до 500 мм и максимальным давлением до 500 атмосфер. Имеет патенты на изобретение устройства и способ применения игольческого клапана. Испытательный центр завода «Трубодеталь» получил адресат Федеральной службы по аккредитации в соответствии требованиям ГОСТ и СОМЭК. Получение документа подтверждает высокий уровень достоверности и надежность результатов испытаний и измерений, которые проводят специалисты лаборатории предприятия. Среди работ, аттестованных Федеральным ведомством, механические испытания, металлография, химический анализ металлов и сплавов, испытания изоляционных покрытий, оценка вредных производственных факторов и многие другие работы. Линейка шаровых кранов «Биомер» для нефти и газа добавлена в таблицу «Фигур» ЦКБА. Заголовок каждой позиции каталога обновлен для облегчения поиска необходимого шарового крана. Таблица «Фигур» – это обозначение, которое включает в себя определенные комбинации цифр и букв, которые обозначают определенные виды запорной арматуры, их технические и конструктивные особенности. Больше в обозначениях их шифровки можно узнать на официальном сайте компании «Биомер». В течение прошлого года на ПТПА была изготовлена и отгружена большая партия трубопроводной арматуры для ЗАПСИП «Нефтехим». Это проект компании «Сибур» по строительству крупнейшего в России современного нефтехнического комплекса с использованием передовых технологий в области переработки углеводородов. Арматура была произведена с учетом индивидуальных особенностей заказа, а также в соответствии с высоким уровнем требований к качеству изделий. Всего было поставлено 80 комплектов шаровых кранов диаметром от 50 до 700 мм, 13 комплектов обратных клапанов диаметром от 150 до 700 мм и 7 комплектов щитовых запоров. Группа «Конор» создает центр кузнечного производства в Челябинске. Новое производство создано под эгитой губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Учредителями нового совместного предприятия являются технопарк «Трактор Заводский», представляющие интересы корпорации «Уралвагонзавод» и промышленная группа «Конор». Планируется полностью загрузить предприятие заказами, и значительно увеличить объемы выпуска штампованной продукции по сравнению с опускавшейся в последние годы в кузнечном цехе ЧТЗ. Кроме того, предприятие будет обеспечивать Челябинский тракторный завод кузнечными заготовками. В мае этого года в Уфе состоится 25-я юбилейная международная выставка «Газнефттехнологии». Одновременно с ней в выставочном комплексе ВДНХ «Экспорт» с 23 по 26 мая пройдет Российский нефтегазохимический форум. По словам организаторов, совместное проведение этих событий позволяет многократно увеличить целевую аудиторию. В работе форума принимают участие признанные эксперты отрасли не только российского, но и международного масштаба, а также специалисты смежных отраслей. Ассоциация предприятий хлорной промышленности «РусХлор» приглашает принять участие в очередной 11-й международной научно-технической конференции «Хлор и хлорпродукты-2017», которая состоится 28 и 29 марта 2017 года в Москве в конференц-зале отеля «Болчук-Кимпинске». На конференции традиционно будут обсуждаться перспективы развития и проблемы хлорной промышленности России, Беларуси, Казахстана и Армении. Напомним, что в конце прошлой недели на портале «Армторг» было опубликовано интервью с главным инженером предприятия «Армолит» Михаилом Сергеевичем Смаковским. Михаил Сергеевич рассказал об особенностях российского рынка судового арматурострения, об импортозамещении в этой сфере и многое другое. Также наш собеседник отметил, что успешно работать «Армолиту» помогает огромный запас литейной и штамповочной оснастки и чертежей. Это порядка 1 300 000 чертежей формата А4 и более 20 000 только литейной оснастки. Полную версию беседы смотрите на портале «Армторг» в разделе «Интервью». В рамках совещания Совета главных механиков, нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий России и СНГ, где наша медиагруппа принимала активнейшее участие, было множество не только потребителей, но и производителей турбопроводной арматуры. Одним из таких предприятий является торговый дом «Водкинский завод». В рамках встречи и интервью с техническим экспертом предприятия Игорем Анатольевичем Сурсиным, главный редактор Игорь Юдашев постарался узнать, как прошел 2016 год для российского изготовителя, а также поинтересовался новинками, представленными в рамках МТС при Совете главных механиков. На нашем портале закончился очередной цикл видеорепортажей о самых видных и интересных предприятиях-производителях турбопроводной арматуры. В этот раз мы в течение двух недель рассказывали вам об «Армолите» – современном производственном комплексе, который имеет несколько направлений деятельности. Сотрудники завода вместе с нашим главным редактором Игорем Юдашевым рассказали вам о важнейших участках производства – цехах металлообработки, механосборки, участке сварки, литейном производстве, заготовительном производстве и о многом другом. Напоминаем, что вы в любой момент можете пересмотреть серию репортажей о «Армолите» на нашем портале «Армторг» в разделе видео. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. До скорой встречи в следующих выпусках дайджеста «Арматура строителя». Редактор субтитров А.Семкин